Те мысли, которые ты озвучила, они неизбежны. Всегда буду думать об этом. Сколько миллионов людей любят группу А-студио. Как только Баттерхан ушел, появилась Полина. Мне понравилось, новое звучание, очень даже хорошо. Пришла Кэти Топури, и это был конец группы А-студио. Это мое мнение субъективное. У каждого свое, да. У каждого свое мнение. Все-таки для нас, и для меня, ближе всего А-студио с Баттерханом, и когда мы слышим песню, например, «Дождь льет» или любую другую. «Солдат любви», это мое личное. «Хочу я рисовать до последней зари». Когда ты слушаешь это, это настолько... Это целый пласт времени. Настолько это глубоко сидит, что даже для меня, хотя я младше, для меня это не так глубоко. Для тех, кто старше, я буквально лет на 5, на 7, на 10. Я в телевую аудиторию. Это очень важно. Да, и я очень это ценю. Я понимаю, что вот даже Нурик Мамбетов, он сейчас здесь. Вот, и мы сейчас работаем над новым альбомом, но то, что было для него, это тоже как ностальгия. Когда он вспоминает, он всегда с таким теплом вспоминает эту работу. Своего рода Backstreet Boys. Да, так получилось, что четыре совершенно разных творческих человека в одно время вместе поработали и выдали альбом. А сольная карьера? Моя? Да. Я думаю, я только начинаю. Потому что я... Уже есть песни, которые вот, например, выходят под именем Сатана Таширова. Те же капли, например. Прекрасная песня получилась. Ну да. У меня случайным образом колыбельная оказалась. Колыбельная, да. Прекрасная песня. На русском языке, да, это Эрик Джумахматов написал, на киргизском языке текст написал наш знаменитый Клиал Бик Бурман Бетов. Это же самое песня есть на киргизском языке, да? Это для меня новость. Вот. Я даже сняла клип, и я его еще до конца не смонтировала. То есть я хочу сделать так, как я вижу, и пока я не достигла этого. То есть мне очень важно... Мне очень помогли такие наши замечательные женщины и... Это Теледивы, Салтанат Саматова, Аидер Касамалиева. Мне помогла еще Гульнара Тойгумбаева. Они снялись. Вот. И мне помогла еще наша общая подруга, которая снималась тоже в Бишкеке. Салтанат, для меня сможет, буду наша общая подруга. Я пока не знаю, о ком идет речь. Да пусть она мне общая подруга. Хорошо, ладно. Это не важно. И вот помимо сольной карьеры, вы сейчас являетесь как бы наставником двух прекрасных звездочек. Да. Которые вот немножко слов... Не только двух. Не только двух. Да, у меня четыре девчонки, которых я оставила в этом году. Вообще первый опыт мой был в прошлом году. Я в сентябре меня пригласили попробовать. И я попробовала. Мне понравилось то, что я вспомнила то, что было раньше, когда я училась в консерватории. Тоже как тот ректор, тоже поешь? Нет, такого не было. На самом деле у меня другой подход. Я ищу свою методику преподавания. Девочки пришли ко мне сразу. А Яну я позвала, потому что Айзар, ее папа, работает со мной в одной группе сейчас. И я пригласила ее, потому что я знаю, как она поет. И я знаю, что у нее большой потенциал. Я ее пригласила подправить какие-то моменты вокальные. Вот она пришла, мне это понравилось. Потом у меня есть Виолетта еще девочка. У нее очень красивый тембр. Я думаю, у нее будет успех. Успех, да. Аима пришла чуть позже. Оказывается, она не могла найти себе педагога, который был бы ей по душе. Ну, как рассказывает ее мама. Ее мама говорит, что она никак... Ну, ее давали разным педагогам, и ей как-то было некомфортно. Она пришла ко мне и сказала, что я останусь у Салтанаты Эмилевны, как меня сейчас называют. Это очень странно, да. Но я стараюсь привыкнуть к этому. У Салтанаты Эмилевны я буду заниматься. Мне было очень приятно. И им проще, потому что я к ним ближе. То есть мне пока не так много лет, чтобы у нас была пропасть. То есть я объясняю их языком. И я им привожу примеры. И я пою те же песни, что и они поют. И то, что они любят, я тоже пою. И я им могу показать, как это спеть, рассказать, как это сделать. Мне просто родители, чтобы я не захотел, от шахмата до футбола все разрешали. Потом, когда они через пару месяцев, я говорил, мне не нравится. Ну, не нравится. Правильно? Ну, еще. Попробую что-нибудь. Да, да, да. И в итоге я ничему не научился. А красный диплом по курсам кройки и шитья что? Нет, ну это моя фанель. Макраме. Вот мы поговорили по поводу поощрения, и у нас есть вот нашего спонсора, нашего партнера, нашего друга. Я уже начал думать, что ты забыл об этом. Нет, нет. Мы делаем это не просто так. Так, вы отворачиваетесь, просуете руку вот сюда, в наш волшебный сундук с подарками, и вытягиваете... Такой листик можно выбрать, что? Так, это что? Аттракцион невиданной щедрости. Можете вот так, все, что он забыл не рассудить. О, отлично. Это плед. Это плед от нашего друга. В общем, 1 декабря сегодня. Поэтому, чтобы всю зиму было тепло, чтобы вам на концертах где-нибудь, чтобы связочки там... Там еще и коньячок есть, но это потом. Камин доста есть? К сожалению, пока нет. Осталось построить камин дома. Плед уже есть, коньячок будет. Прекрасно. Слава, спасибо большое, что пришли. Пожалуйста, всегда. Я надеюсь, у нас будет еще много приятных моментов, чтобы специально позвать вас, чтобы вы объявили о авторском концерте с Алтанатом Ильмой. Кстати, да. Да-да-да, будет. Будет, да? Будет, да? Все ждем с нетерпением. Все, ждем с нетерпением. Все, хорошего. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели Студию 7. Не забывайте голосовать за лучшего ведущего Студии 7 на нашей страничке в Фейсбуке. С вами были Айгуль Курманова, Нурлана Нарбаев и... Алтын Камчеев. Пока. До скорой встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова